Все самое важное, что произошло в регионе за последние 7 дней, обсуждаемые темы, эксклюзивное интервью. Здравствуйте, это итоги недели. Я и ведущая Санья Кубжасарова. В Акульской области началась подготовка к пассивной кампании. Ремонт в квартире. Как сохранить семейный бюджет? Казахстанцы сыру предпочитают мясо. Сегодня Касым Жомар Токаев в ходе встречи с крупными бизнесменами Казахстана рассказал о реформе программы «Болошак». По словам президента, грамотность будущих молодых специалистов необходимо перевести на техническую сторону. Глава государства в целом хочет переформатировать систему образования в стране. Мы слишком много выпускаем экономистов, юристов, менеджеров и так далее. Сейчас мы должны перевести образование в техническое русло. Программу «Болошак» мы переориентируем. Мы будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию, а может быть и в первую очередь в Россию, в известные технические вузы. И недавно я поставил вопрос о том, чтобы открыть филиалы ведущих университетов мира именно по техническим специальностям. С государственных служащих бюджетников начали собирать однодневную зарплату. Не нужно этого делать. Замечание главы государства высказано в ходе встречи с представителями крупного бизнеса страны. Президент поблагодарил представителей бизнеса, которые перечислили средства в Фонд народу Казахстана, на случай чрезвычайной ситуации. Бизнес и власть в равной степени ответственны за будущее нового Казахстана. В завершении обращения президент отметил, что крупные компании ежегодно должны отчислять фонд процент от выручки. Вдруг начали собирать ежедневную заработную плату со стороны государственных служащих, бюджетников. Но этого не нужно делать. Это совершенно ненужная инициатива. Еще раз подчеркну, это не бюджетный фонд. Это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур. Эта работа будет абсолютно прозрачной. В Акмолинской области началась подготовка к пассивной кампании. Назира Болташева знает все подробности. Ожидания, прогнозы, выделяемые средства, планы развития. Далее в материале. В регионе началась работа по подготовке к пассивной кампании. Сегодня на республиканском уровне решаются вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом по цене на 15% ниже рыночной на проведение весенних полевых работ. Такие меры окажут большую поддержку агропромышленному комплексу регионов, где занято 38% трудоспособного населения. В области на 1,6 тысяч гектар увеличится площадь посева масличных культур на 26 тысяч кормовых. Данные меры приняты для дальнейшего увеличения поголовья животноводства. Мы сейчас отрабатываем с акиматорами районов сельхозтоваропроизводителей и составляем предварительную структуру посевных посевов текущего года. По предварительной информации, эта работа уже проводится, в текущем году объем пассивных площадей яровой сель будет чуть больше, чем в прошлом году. Прогнозируем, что яровой сель составит порядка 5 миллионов 100 тысяч гектар, что на 45 тысяч больше, чем в 2021 году. Засуха 2021 года, рост ценно-запасные части, горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения и пестициды создают серьезные сложности для своевременной подготовки и качественного проведения предстоящего весеннего сева. Глава государства поставил перед правительством задачу увеличить доступность господдержки сельхозтоваропроизводителям. В Министерстве сельского хозяйства заявили, что особенное внимание будет уделяться соблюдению севооборота, то есть последовательной смене культур. Это предусматривает новые подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса. Начнется программа кредитования сельхозпроизводителей. Правительство в целом на порядок пролонирует увеличить объемы финансирования. Мы в текущем году для Акмолинских аграриев направим только кредитные средства в виде форвардного закупа. Если в прошлом году на эти цели мы направили порядка 11 миллиардов тенге, то в текущем году мы планируем практически увеличить вдвое и направить порядка 25 миллиардов. Это существенная поддержка, чтобы сельхозтоваропроизводитель смог приобрести расходные материалы, ГСМ, запасные части, семена при необходимости. В сегменте закупа сельхозтехники по лизингу действует 10-процентная субсидия от государства. В 2021 году акционерное общество «Казаграфинанс» передало фермерам в лизинг около 7 тысяч единиц сельхозтехники на сумму порядка 140 миллиардов тенге. Филиал в Акмолинской области с начала текущего года заключил свыше 350 договоров на поставку уборочной техники и для проведения весенних полевых работ. С нами заключено 21,5 миллиардов тенге про финансирование заключенного договора финансового лизинга. Если сравнить также с 2020 годом, это порядка на 185% больше, то есть два раза больше мы заключили в этом году. В 2020 году для сравнения было заключено это порядка 1,5 миллиардов тенге. Тем самым достигнут исторический показатель по филиалу также и по всей республике. В 2020 году по области было профинансировано это порядка 350 единиц техники, в этом году 600 единиц. На сегодня филиалом Акмолинским аграриям одобрено финансирование в размере 14,5 миллиардов тенге. Уже заключены договора на 18 миллионов на приобретение 120 единиц техники. У нас имеется программа, которая из года в год также усовершенствуется. Это экспресс-лизинг называется. Экспресс-лизинг, уникальность данной программы является в том, что там перечень документов очень маленький. То есть верим, не нужно предоставлять нам бизнес-план, не нужно предоставлять нам финно-отчетность. То есть индивидуально здесь получается только для юридических лиц баланс заполняется и представляется. Из года в год меры государственной поддержки становятся доступнее. Отметим институтом Казаграфинанс за все время функционирования. В развитие Акмолинского агропромышленного комплекса было инвестировано 190 миллиардов тенге. В итоге приобретено 9200 единиц техники. Надира Болташева, Павел Соловьев, Дидаро Мурзак, Акмола Апта. В Казахстане 2022 год объявлен годом детей. Об этом сказал в новогоднем обращении президент республики Касым Жамар Токаев. Глава государства отметил, что детям надо уделить особое внимание. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего Казахстана, подчеркнул Токаев. Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а о конкретных мерах со стороны властных органов. В области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача, заявил президент. В Кокшетау два года назад открылся дворец Болошах-Сарай, на базе которого сегодня организовано множество кружков и секций. О планах дворца далее в эксклюзивном интервью. Адлес, здравствуйте. Здравствуйте. Президент нашей страны объявил этот год годом детей. В рамках этого Болошах-Сарай, как в Центре детского творчества, какие проекты будут новые, возможно, появятся? И какие уже есть? Давайте об этом. Да, как мы узнали, что президент объявил данный год 22-й годом детей. Мы актуализировали свой план работы на 22-й год, то есть с уклоном на год детей. Планируем провести дебатные турниры среди детей для развития их потенциала, для развития характера, искусства, критического мышления. То есть для наших детей сейчас это очень важно, потому что многие сидят в гаджетах. То есть развитие у них идет не такое интеллектуальное, как мы хотим. Из-за этого, к примеру, дебаты – это один из таких вариантов, где мы можем их развить в лучшую сторону. Кроме этого, мы планируем одно очень хорошее мероприятие – это Junior Skills. Есть World Skills, наверное, все знают, да, по компетенциям, очень такой масштабный мероприятий на уровне мира проводятся. Сейчас мы хотим провести Junior Skills. То есть для детей от 12 до 16 лет, по тем же компетенциям, которые приходят в World Skills, но для детей младшего возраста. Они вот не охвачены, и мы планируем провести у себя данные мероприятия. Кроме этого, есть, конечно, отдельные мероприятия по развитию науки, по развитию спортивного направления у детей. То есть данный план, который мы работали в 2022 году, он актуализирован под год детей. То есть планов много? Планов очень много. Главное, чтобы хватило времени и возможностей. На сегодняшний день на базе Булашах-Сарая сколько кружков уже действует? Булашах-Сарая работает по пяти направлениям. Это IT-направление, научное направление, спортивное, творческое и медиа направления. В Булашах-Сарая 111 кружков и более 3000 детей. К примеру, если мы остановимся отдельно на спортивном направлении, там занимаются дети по 20 видам спорта. Это около 80 групп и поощря 1200 детей. То есть мы принимаем детей от 4 до 21 года. Кружки работают каждый день, без выходных. Мы готовы работать с детьми. Если относиться по группам, то есть в одном кружке могут работать 2-3 группы. Это в зависимости от языка обучения и возраста детей. То есть, к примеру, мы остановимся на кружке танцы. У нас около пяти ансамблей и в каждом ансамбле около 3-4 групп. И, соответственно, из 4 на 5 умножить, у нас около 20 групп только занимаются по танцам. Конечно, хотелось бы больше, но, к сожалению, в наших танцевальных залах можем охватить данное количество детей. В Улажах-Сарай в одну смену готов принять около 1200 детей. То есть в день мы можем принимать 2400. У нас есть отдельный стратегический план по нашему развитию. И, конечно, в данном плане указано, что мы хотим всегда умножать то количество детей, которое у нас есть, и количество кружков. К примеру, до конца года мы хотим увеличить количество кружков до 130. Это в наших планах. То есть каждый ребенок должен найти ту возможность, ту нишу, где он хочет заниматься и развивать ее в нашем дворце школьников. Вот хотите увеличить кружки? Какие направления еще планируете расширить? Нет, мы будем работать в рамках тех направлений, которые у нас есть. К примеру, если мы возьмем спортивное направление, у нас нет кружка гимнастики. И мы хотим открыть кружок гимнастики. Это для детей помладше, а в особенности для девочек, к примеру, от 3 до 5 лет. Мне кажется, это очень актуально на данный момент в Кокштаб. Где есть спрос, мы хотим дать предложение. Вот это наша самая главная цель. Специалистов достаточно? На данный момент да. Все те кружки, которые у нас функционируют, есть очень квалифицированные специалисты, которые готовы дать свои знания детям. В будущем, когда мы будем открывать новые кружки, я сейчас вам не могу сказать, будет ли их до 100 до 100. Примерно где-то в течение полугода, месяца трех, это будет все видно. Все кружки на базе Балашахсруя, они бесплатные? Около 85% кружков бесплатные. Мы государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения. И мы должны сами себя окупать. Но мы ввели подсчет, к примеру, один час стоит там около 300 тенге. Один час обучения. Мне кажется, это не очень большая сумма для наших, если мы хотим развивать своих детей. И то, я же повторюсь, примерно 80-80% наших кружков, они бесплатные. И любой человек может их выбрать и посетить. Как я говорил ранее, от 4 до 21 года. Около там 10-15 кружков у нас только платные. Вот за это время, которое функционирует дворец школьников, ваши ансамбли, ваши группы, да, вот эти, участвовали в каких-либо соревнованиях? Может быть, занимали какие-то места, что-то? Да, конечно. Вот мы открылись в конце 20-го года, сейчас начало 22-го года. Наши дети, призеры, победители городских, областных, республиканских, даже международных соревнований. К примеру, остановимся на дебатах. Вот мы говорим, что мы хотим провести дебатный турнир. В прошлом году наши дебатеры, которые посещают Больша-Сарая, выиграли областной турнир по дебатам, взяли путевку на национальный турнир. Наш ученик Мирбахтанцар, он учится в IT-школе в 11-м классе, он выиграл номинацию лучший оратор. К примеру, ученик 11-го класса города Кокштау по всей республике стал лучшим оратором. Это же очень классно. Вот я остановился на ансамблях танцевальных. Они у нас победители и республиканских, и областных, и международных соревнований. В прошлом году они выиграли одно соревнование в городе Нур-Султан, плюс были онлайн у них соревнования. То есть они участвовали и выиграли. Есть девочка у нас, Жакима Гаухар, поучаствовала в научной конференции.